Одним из примеров успешной реализации республиканской программы по развитию личных подсобных хозяйств явилась семейная ферма Ивановых в Малом Толкише. Именно здесь и состоялось совещание с главами сельских поселений. Первый заместитель главы муниципального района Рустам Хаматов в своем кратком анализе ситуации в целом по району отметил, что работу в этом направлении необходимо активизировать. Мы относимся к тому району, где имеются резервы и возможности развития личного подсобного хозяйства, семейной фермы, крестьянское фермерское хозяйство, но и в то же время слабо работаем с кредитной системой. Хотя именно финансовая поддержка становится тем стартовым капиталом, который дает возможность сельчанам взяться за дело с явным прицелом на будущее. На первый миллион, полученный из муниципального бюджета по программе «Семейная ферма», Андрей и Юлия Ивановы закупили пять дойных коров и шесть телят, а на второй, уже из республиканской казны, удалось достроить ферму и увеличить поголовье. К тому же помог и кредит, выданный Россельхозбанком на льготных условиях. В полном объеме она готовая, поголовье тоже у меня увеличил, до 20 голов дойных. Ферма рассчитана на 24 головы. Конечно, огромное спасибо, что есть такие программы, есть с чего начать. Тяжело, конечно. Тяжело. Жить можно, да, надо работать, конечно, очень. Как бы в поте лица, да, ну, можно добиться, было бы желание. Со сбытом молока Ивановы проблем не испытывают. Продают его по 27 рублей за литр. А закупленный нынче трактор обещает значительно облегчить заготовку кормов. Создание Ивановыми собственной фермы в селе Малый Талкиш – это наглядный пример настоящего трудолюбия сельского жителя. У нас активных людей и, к сожалению, безработных, поселения хватает. Нужно с этими людьми работать. И вдвойне показательно, вот сегодняшняя семейная ферма, во-первых, переехали в другое поселение. На самом деле, когда мы не раз сюда приезжали, на период строительства, не то что проехать, пройти было сложно. Но все-таки через это они прошли. Пока идет разгар, пока вот время есть, я бы просил еще раз, значит, надо поставить задачу с семейными фермами и с ЛПХ нам работу активизировать. Эта же мысль прозвучала и из уст Ивана Чурина, руководителя управления сельского хозяйства и продовольствия. После завершения разговора на эту актуальную тему участники совещания побывали в отремонтированном местном храме.